По-новому посмотреть на события начала войны. Историки внимательнее вчитываются в историю 75-летней давности. Почему Гитлер летом 41-го наступление на Гомель считал не менее важным, чем наступление на Москву, и чем это обернулось для жителей Юго-Востока Беларуси. Об ошибках стратегов и героизме народа в первые дни войны материал Александра Добрьяна. Готовить родной город к обороне, гомельчане начали с первых дней войны. Параллельно с эвакуацией предприятий был налаженный выпуск военной продукции. Например, на Гомсельмаши начали точить мины, а на кондитерской фабрике разливать зажигательную смесь. Однако самые массовые работы были здесь, на поступах к городу. Эти окопы хорошо сохранились и сегодня, а летом 41-го здесь работали тысячи горожан. Вручную было выкопано почти 30 километров противотанкового рва и десятки километров окопов. На кадрах немецкой кинохроники те самые подступы к Гомелю, на которых сегодня историки-реконструкторы воссоздают события лета 41-го. На них форма 53-го мотострелкового полка НКВД, косяк которого составили белорусские милиционеры. Вооруженные лишь легким стрелковым оружием, они вместе с гомельским полком народного ополчения и бойцами 21-й армии сдерживали наступление на город механизированных колонн вермахта. Мы мало знаем имен, мало сохранилось документов, но память наша живая, мы хотим помнить этих людей. Гомельскую наступательную кампанию вермахта принято считать частью Смоленской, но парадокс в том, что Смоленск пал 16 июля. Бои же за Гомель продолжались до 19 августа. И именно здесь стало ясно, близ Крига не будет. Гитлеровцы ставили стратегическую задачу выход на Донецкий бассейн, поэтому Гомель в этом отношении, это своеобразные были ворота, поэтому для них очень важно было, в общем-то, захватить наш город. По-новому посмотреть на события начала войны очевидные факты заставляют не только профессиональных историков. Одеть китель и взять в руки винтовку в мирное время подталкивает в том числе и желание разобраться, а что же привело к бойне в начале 40-х. Ошибки, допущенные стратегически в управлении. До войны, в 30-х годах или, может, там, раньше, они полностью истребили практически полное профессиональное военное руководство. Ошибок было много. Первое, я считаю, что линии обороны, которые, новая линия Сталина строилась, старая линия Сталина строилась, они были войсками не заняты, старая линия была снята вооружение, а новая линия вообще не вооружилась. Вместо железобетонных дотов и цитаделей оборонительных линий Гомельщина противопоставила военной машине вермахта отвагу солдат и стойкость местных жителей. Ожесточенные бои за юго-восток Беларуси продолжались 50 дней. Для сравнения, активные военные действия во Франции длились 42 дня. На покорение Норвегии ушло двое суток, а Бельгию и Голландию гитлеровцы оккупировали всего за день. Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомель.